всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале артстайл я тестирую умный дом и одно из его очень важных и хороших преимуществ это в том что нет необходимости покупать сразу все мне нравится подход производителя когда ты можешь купить например датчик температуры там же датчик воздуха и датчик сирены в одном и подключить только его к своему смартфону либо можешь купить относительно недорого кстати датчик протечки ну поставил его например и не беспокоишься если вода сюда попадает тебе на смартфон приходит сигнал тревоги и соответственно на нем на самом зумер пищи либо можешь купить одну или две камеры чтобы наблюдать например за детьми если вы оставляете детей с няней или просто например оставили ребенка выйти там на 10 минут за продуктами такое тоже бывает маленького так делать конечно не нужно но разные ситуации или ребенок спит а вы вышли за продукт у меня так тоже было по-разному то есть вся фишка что этот умный дом он подключается любое устройство коннектится к приложению которое можно поставить и на android и на ios смартфон разумеется датчиков очень много у меня практически все которые выпускают этот производитель как пример я сейчас продемонстрирую датчик у меня есть и smart сцены я это тоже сейчас расскажу это очень интересно ну к примеру датчик открытия срабатывает уведомление и датчик открытия проходит несколько секунд и пожалуйста вот она то есть сейчас он проиграет это очень громко сирену я сделал smart сцену когда срабатывает датчик открытия то включается сирена и разумеется когда включается сирена включается уведомление на моем телефоне я могу сделать разные smart сцены и не только какие-то элементарные вещи которые делали там два-три года назад например умную розетку зависимости от температуры если температура понижается например там ну не знаю до 20 например градусов по цельсию то в розетка включена и включается розетка и включается в ней стоящий обогреватель ну это просто детский сад это элементарно самом деле деле сделать на самом деле сделать все можно намного круче например датчик движения и после этого соединяем чтобы включалась лампочка а секундной задержки например там через пять секунд другая лампочка но если у кого-то есть например спуск подвал или на улице куда-то выходить мало ли хотя это для комнаты все это не для улицы все вещи или просто большое помещение квартира и датчик движения включает одну лампу потом вторую а например можно также от температуры запитать кондиционер но тогда его тоже так же как я рассказывал нужно поставить в умную розетку но алгоритмов очень много это действительно интересно и вот опять же smart сцены например просто лампа она здесь такая желтая не очень подходит в кадр ребенку поставил умную лампу опять же можно ее купить отдельно использовать она сейчас включена есть такая хорошая smart сцена например включение лампы они обе включаются раз но выключить их вроде на первый взгляд нельзя я думаю что это за smart сцена такая но на самом деле я делаю в того второй алгоритм опять же выключить и у нас смотрите отключилась одна и через четыре секунды отключается другая ну или через пять сколько там ставил то есть можно вместо ламп поставить какие-то другие приборы опять же ну и разумеется классика не только при открытии дверей но и при например датчики движения или камеры например то есть можно все это комбинировать между собой мне это нравится давайте разберем как все это работает сразу скажу что все эти вещи работают от вай фай половина из них питаются либо через питание ну адаптер разумеется обычный либо через usb продается это также отдельно на четыре розетки удлинитель от той же компании hyper и удлинитель здесь 4 розетки сетевых и 4 соответственно usb вся прелесть его в том то что можно каждую розетку удаленно включить выключить на каждой есть зеленый индикатор и 5 можно включить выключить правда целый блок сразу 4 usb разъема питания включить или выключить удаленно это тоже может быть действительно удобно прикольно что касается камер давайте я начну наверное с камер самая моя любимая камера конечно же это основная камера большая она поворотная поворачивается как по диагонали так и по вертикали то есть вот я сейчас ей могу двигать вот она это действительно прикольно поворот в разные стороны это круто мало того камера имеет полноценное ночное видение night vision и в полной темноте но люкс когда ничего человеческий глаз не видит мы видим отличную четкую картинку на которой можно разглядеть лица это реально круто но камера видна потому что горит 4 красных диода ночного видения провод четко 4 на 2 камеры которая поменьше она не сильно хуже по качеству я особой разницы не заметил в качестве картинки вторая камера которая поменьше она не у нее нет возможности поворачиваться на неподвижно но в ней также есть ночное видение тоже практически не уступает по качеству на мой взгляд одинаково даже только здесь два диода горят обе камеры могут постоянно быть подключены к сети разумеется когда отключается кстати если пропадает интернет такой звук как аська пи пи у происходит звук такой как а секью помните сообщение пришло когда включается камера звук очень громкий если ребенок например спит если вдруг интернет выключиться то звук очень громкий как отключить его я не нашел с камерами еще очень важный момент на большой камеры я вначале реально не нашел где у нее собственно карту памяти вставлять micro sd разумеется если в маленькой камере просто сверху ставишь и разумеется можно записывать постоянно и если память заполняется она обязательно заполняется то просто пишется как в видеорегистраторе поверх продолжается за продолжает идти запись разумеется можно все это дело смотреть на смартфоне и перематывать то есть смотрите по датам по времени что происходило само собой так вот большой камеры просто вручную нужно вот так вот поднять камеру вверх и сюда поставить micro sd карту ну либо можно карточку не пользоваться тогда будет только онлайн прослят трансляция без сохранения в облаке без сохранения то есть доступа к тому что было далее что еще далее далее расскажу про умные розетки тут на самом деле все просто две розетки опять же можно купить просто розетку если вам нужна умная розетка и подсоединить ее через приложение которое вы скачаете бесплатно приложение разумеется на русском розетка позволяет отслеживать сколько питания ушло на прибор подключенный если кому интересно также можно посмотреть ну и удаленно включить выключить ну и разумеется есть таймер ну и разумеется розетка используется в алгоритме есть два вида побольше и поменьше. Следующий это датчик дыма, датчик задымления. Ну думаю объяснять никому ничего не нужно, также он настраивается, работает от батарейки. Я задавал представителям компании вопрос, сколько работают от батарейки. Мне ответили, что в зависимости от множества факторов, в том числе удаления от Wi-Fi сигнала, от качества Wi-Fi сигнала, от влажности, от температуры и так далее, но в целом не более года. Грубо говоря, до года может работать даже при сложных условиях, я считаю, неплохо. Разумеется, каждый прибор, который работает на батарейке, способен подавать сигнал о низком заряде батареи, чтобы вы своевременно батарейку в нем заменили. Все они открываются, очень легко справится, ну я думаю, любой и заменяется. С датчиком дыма, думаю, тоже понятно. Мне очень импонирует датчик протечки. Знаете, неприятность такая, особенно если у вас квартира не гидроизолирована на всякий случай. Современные все так ремонт делают, но все-таки датчик состоит из двух частей. Сам датчик, особенная ценность вот в этом выносном датчике, который к нему подсоединен проводом. То есть, его можно положить куда-то в другое место, в дальнее, куда датчик или не влезет, или куда-то там под трубы, если где-то вы опасаетесь протечки. Работает изумительно. То есть, если, естественно, если даже приложение закрыто, то, во-первых, сигнал, ну правда, слабый, его не всегда услышишь, особенно если там музыка включена, но на нем также датчик, сигнал есть. И основной, конечно, ценность это на телефоне. И самое интересное, что здесь мы видим потом на пиктограмме всех, вот мы в программу заходим, и мы видим маленькое окошечко, что произошло. Понятно, что мы видим все это в шторке уведомлений, что датчик такой сработал, датчик такой сработал, сработал, дверь открыта и так далее. Следующая, сирена с метеостанцией. Это интересное устройство. Я сказал бы, что оно, наверное, основное, выполняет некую роль такой головы, как обычно в умных домах раньше было. Есть некая голова, все в ней, сигнализация, и все устройства коннектятся через нее. Повторюсь, здесь все коннектится по отдельности и совершенно отлично работает, даже если это одно устройство. Я, чтобы не забыть, сейчас просто с телефона зачитаю все, что может этот датчик, потому что тут очень много. Вот он, умный датчик, называется он по-правильному умный термометр. И на самом деле, если мы зайдем в настройки, то мы увидим, что можно сделать, точнее, в уведомления, когда зайдем. Ребят, тут очень много всего. Низкая температура и влажность, низкая температура, высокая температура, низкая влажность, низкая температура. Ну, я не буду читать, вы все видите сами. Все это можно настроить, чтобы в зависимости от этого происходило уведомление на телефон, либо, опять же, сконнектить, опять же, для того, чтобы раздавался сигнал. Это реально здорово. То есть датчик, который отвечает очень за многое. И питается этот датчик от USB, то есть не от батарейки. Что у нас еще? Следующий. Да, в принципе, знаете, практически все вам рассказал. Практически все. Осталось рассказать про умную лампу и, собственно, про лампу, как вы поняли, обычную, которую можно вернуть, обычный цоколь, большой. Что касается обычной умной лампы, я, кстати, ее в розетку подключил. Надо сначала розетку включить, розетку по умолчанию, когда включаешь, она выключена. И включаешь умную лампу. Самое главное, ведь не будешь каждый раз со смартфона лазить. Здесь, кстати, есть еще и, собственно, интеграция с Alex и Amazon. Правда, я скачал там все на английском. Я не стал, честно говоря, английского я не знаю. Не стал мучиться и голосовые команды. И также есть возможность интеграции с Алисой. Можно управлять вручную. Подсветка. Вот этот светильник мне очень нравится, потому что одну кнопку, удерживая яркость, изменяем. Второй кнопкой можем режимы выбрать. Разумеется, режимов несколько. Теплый свет, дневной и так далее. Вот. Опять же, в принципе, я уже про них обмолвился. Конечно, есть настройки и просто обычные лампочки. К ней мы давно привыкли. Такие лампы выпускаются несколько лет. Вкручиваешь. Нужно там, по-моему, шесть раз включить, выключить быстро свет. И после этого заходишь в режим сопряжения. Кстати, сопряжение мне удалось сделать без проблем. Абсолютно все приборы. Я просто-напросто, по-моему, только у меня сразу какая-то из них единственная не поймал я. По автонастройкам пришлось вручную добавить. Остальные все у меня без проблем. Единственное, опять же, какой-то датчик нужно кнопку просто удерживать. Внутри кнопка, когда его открываешь, какую-то нужно там пять раз нажать на нее подряд. То есть, разный алгоритм немножко, но подключилось все без проблем. И это, конечно, ценно. Конечно, каждый из приборов в комплекте имеет крепеж. И, конечно же, небольшие винтики. Либо один, либо несколько, если нужно. Как датчик, например, собственно, открытие камеры. Все уже готово. Нужно просто это дело привернуть, либо куда-то поставить. В принципе, ребята, на этом, наверное, все. Давайте еще раз подведем итоги. Я все эти вещи расставил по своему дому и с удовольствием ими пользуюсь. Я не делаю каких-то хитрых алгоритмов. Просто в той квартире, в которой я сейчас живу, это обычная двушка. Здесь нет каких-то больших помещений, куда можно было поставить, как я и говорил, датчик движения, например, чтобы включался свет. Как в замке каком-то, знаете, в большом идешь по коридору, там свет включается, какие-то еще алгоритмы. Но мне спокойнее. Я прекрасно понимаю, что все это работает по Wi-Fi. Выключил Wi-Fi и нет ничего. С одной стороны. С другой стороны, ну, как бы в многоквартирном доме, кто его выключит, Wi-Fi твой. И некая защита все-таки есть. То есть, у меня стоят датчики. Я пока его еще не приворачивал, но всячески тестировал. Я его на входную дверь поставлю, буду пользоваться. Потому что я буду знать, если, не дай бог, он сработает, значит, дверь открыта. Другого просто не дано. У меня есть камера, я могу посмотреть. Про камеры, кстати, не рассказал очень важная двухсторонняя связь с минимальной задержкой. То есть, я могу говорить, нажать на специальную кнопку. И мой голос, если я даже нахожусь на другой части света, будет транслироваться на это место. И наоборот, я, естественно, могу слышать. То, что происходит в комнате, это большое преимущество. Камеры, они передают и звук. Это очень классно. И можно выбрать HD режим. Картинка будет чуть четче, но ненамного. В любом случае, мы не ждем каких-то там супер-супер-супер какой-то крутой картинки. Но рассмотреть лица, какие-то детали можно. И очень классно, что можно в полной темноте даже эти камеры использовать. Это реально круто. Реально круто. Остальные приборы, я про них уже, в принципе, высказался. Датчик движения мне особо не нужен. Ну, вот под мои нужды, вот, допустим. Датчик протечки, пусть он будет. Это реально хорошая вещь. Лампу я одну поставил на кухню, вторую вернул. Сыну уроки делает. Соответственно, розетки тоже пораскидал. Две розетки по комнатам. Все как-то всему нашлось применение. Камеры особенно мне нравятся. Реально крутые штуки. Очень крутые. Даже просто, если вам не нужен целиком умный дом, вы просто покупаете даже одну камеру. И говорю, если у вас дети, например, в разные ситуации бывают, просто-напросто, как там ребенок спит, радионяня такая штука есть. А здесь, и цены на них, кстати, не безумные. Я ссылки оставлю на все это, ребята, само собой. Вот основной меня интересует камера. 1990 на данный момент. Я не знаю, какие цены будут позже, когда будете смотреть это видео. И 2.990 большая камера, которая поворотная. Мне кажется, это вполне адекватно, учитывая, что это не из Китая, а здесь в России продается. С гарантией официальной все. И все остальные приборы не такие пугающие цены. Там умная розетка 1190, фильтр 3000, может не так и мало, но с другой стороны здесь и 4 USB, и 4 сетевых розетки. Умная розетка 990 рублей, другая 1190. Просто датчик 1190 за свою безопасность, мне кажется, это вполне адекватные деньги. Конечно, я так и не могу сказать, что я большой специалист. Да, и последний датчик, это умный ИК-датчик, инфракрасный датчик, о нем я практически не говорил в этом обзоре. Он также участвует в смарт-сценах. Здесь смысл его в том, что, опять же, питание у него происходит от, собственно, разъема, микро-USB, батарейки в нем нет. Вы можете либо подсоединить к нему пульт, того же кондиционера, телевизора к чему-то, просто положив, нажав кнопки. Если не определиться, то вы можете сделать это вручную. Все на русском языке, я внес пульт, который у меня не смог определиться без проблем. И использовать его также можно в смарт-сценах, если вам это нужно и интересно. В принципе, на этом у меня все. Получился такой большой, достаточно объемный обзор. Продукция, как показалось, мне очень интересной. Это за безопасность, за простоту. И взял, подключил все на русском, все работает. Единственное, кое-как иногда приходилось, что у меня-то сразу не срабатывало. Если датчик протечки у меня с 10 раз сработал 9 раз, один раз, я не знаю, почему не сработал, сработал позже, почему-то, через 2 минуты я, когда проверял. Датчик открытия дверей срабатывал вообще без проблем, там, 20 из 20 раз. Ну и все остальное, не в принципе, а свет зажигался, выключался. Все, что я программировал, все работало. Поиграться именно, еще раз повторюсь, интересно создать какие-то свои сценарии из этих вот всех вещей. Потому что можно подключить сюда, опять же, можно подключить там 5 розеток, можно подключить 5 камер для какого-то бизнеса, например. Знаете, тоже для бизнеса это вообще копеечные деньги будут. Поставить их и все это раскидать. Там спальня, гостиная, все это можно назвать, переназвать. То есть все. Я так много подробно рассказываю, но мне действительно нравится то, что я делаю. Это интересно. На этом, наверное, я сегодня закончу. Если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк. Если не нравится, дизлайк. В любом случае, благодарю вас за просмотр и за подписку на мой канал. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok